друзья всем привет сегодня я представляю вам приору 2018 года выпуска stage 10 полторы тысячи лошадок стоимость составляет 449 тысяч рублей выражаю благодарность автоцентру альянс гарант альянс гарант только честные автомобили вся подробная информация в ссылке в описании к видео это первый тест-драйв от первого лица приоры на канале вот такие ключи очень простой ключ закрыть автомобиль открыть открытие багажника дистанционная минимальная комплектация кстати пробег у нее 10000 давайте посмотрим что произошло с этим автомобилем за 10000 километров пробега хром вроде бы как еще на месте не отошел эти места скола все аккуратно ржавчины не появилось хотя бывают случаи когда уже после 5000 где-то ползет ржа вот это уже очень обидно диски 14 дюймов 185 на 60 шины практически новые в хорошем состоянии стоимость салон как новенький практически здесь пахнет абсолютно новым что не может не радовать будет радовать следующего подняться открывание крышки багажника вот здесь такой небольшой подлокотник технические регулировки для кресел бардачок огромный кстати не закрывается на ключ здесь такая коса спрятана и подсветка имеется интересный здесь только одна подушка безопасности для водителя здесь у нас находится центральный подлокотник поэтому он огромный но подстаканников нет длинномер можно просунуть через багажник допустим лыжи снообор для построя материала такая обзорность назад крепление для детских удерживающих кресел якорного типа имеется из афикс ох ты диван классный такой простой салон минимальная комплектация как многие просили сделать тест на минималку здесь у нас еще и карман такой небольшой вещевой бокс и стекла у нас опускается сожалению лишь наполовину в этом автомобиле но тканевые ставки вот здесь что здорово для такого бюджетного сегмента плечок бензобака и багажник дамград инструмента должна у нас здесь пути и запаска полноразмерный диск вот и все надпись по центру лада давайте присядем на место водителя пробуем запустить этот двигатель в полторы тысячи лошадиных сил запускаем движок пробег 10245 замечательно бортовой компьютер все необходимые информации в отделке применяется твердый пластик такой коврик смотрите дефлектор оттуда задний покрыв стекла и установлена печка еще один коврик и здесь у нас стаканник розетка ручник подсветка и имеется даже очечник в этом автомобиле пристегиваемся и поехали рулевая колонка у нас регулируется только по высоте технические регулировки погнали сразу чувствуется что минимум здесь полторы тысячи лошадок очень быстро едет нет необходимости даже переключаться я в шоке такой мощи подвеска здесь 8 контурная пневма порядка 20 положений ух ты сейчас чуть взлет не произошел итак какие переключения посмотрим будет ли она переключаться вторая передача вот сейчас все 8 дроссельных заслонок открылись все уже взлет пошел отлично просто отлично одно наслаждение управляйте этим автомобилем кстати подвеска здесь кони можно заказ установить угол разворота просто минимальный смотрите какой выхлоп на 76 трубе она просто шальная что-то невероятное очень быстро набирает скорость автомобиля расход практически как на приусе зверские потенциал у силового агрегата трансмиссии коробки нереально круто к тормозам нужно привыкнуть потому что эти бромбы очень быстро схватывают можно даже вылететь через лобовое стекло сидушки очень крутые recaro салон кожа и алькандара несмотря на то что это минимальная комплектация все есть педаль сцепления здесь облегченная стоит электронно-механическая педаль газа отдельный компрессор на него выводится смотрите даже не успеваю перехватывать руль эту мощу невозможно сдерживать моща пошла моща ушла просто нереально быстро смотрите какая парусность у этого автомобиля пневма видимо не справляется заходим в поворот поворот заходим аккуратно потому что есть большой риск перевернуться на этом автомобиле в целом неплохо заходит в поворот ревет просто ревет двигатель а это всего лишь третья передача четвертая газ полный ничего не происходит отлично обзорность в этом автомобиле шикарная к этому я придраться не могу меня аж прям в подбросает от таких ускорений здорово вот такой друзья бюджетный российский автомобиль да он уже устарел да здесь нет ничего нового за что собственно просят такую сумму тоже непонятно но тем не менее он еще живет с последними новостями 2018 года говорили что снимут с производства но пока есть спрос этого не произойдет пока есть спрос их будут собирать да очень обидно что у нас такой автомобиль он мог бы мыть мог бы мыть лучше но он уже такой какой он есть нужно принимать это как минимум с благодарностью что такие тачки у нас существуют но так то так кто стоит сейчас перед выбором все проблемы уже известны на форумах все перелопатили давно все выявили если хотите бюджетный российский автомобиль куда деваться приходится покупать приору что то другое подбирать именно новое эта стоимость не получается к сожалению поэтому приора пока вне конкуренции приора forever на этом тест-драйв надеюсь интересный для вас тест-драйв 2017 года выпуска завершён у этой приоры я надеюсь вам понравилось всем удачи берегите себя всем хорошего настроения подписывайтесь на канал будет много интересных видео пока удачи Субтитры сделал DimaTorzok